К нашему эфиру, как я вам и обещал, подключается Марк Фейгин, российский оппозиционный политик, а также ведущий ютуб-канала Фейгин Лайф. Марк, здравствуйте, шалом. Рад приветствовать всех зрителей. Давайте поговорим о новых смыслах. Я так понимаю, что эти новые смыслы озвучивались на конференции в Варшаве, и мы уже беседовали там с Александром Осовцовым, который рассказывал нам, что там было. Но вот, например, Александр Глебович Невзоров над вами похохатывает и говорит, что, дескать, вы делите шкуру неубитой России. Но, тем не менее, вот там озвучиваются самые разные идеи. И, в частности, вы озвучили вот самый ваш последний эфир идею русского Тайваня. Она звучит, на мой взгляд, не очень вероятно, но вы в нее верите, насколько у меня сложилось впечатление. — Да, давайте уточним. Все-таки я принимал участие в конференции, если вы имеете в виду Брюссель. — Брюссель. А в Варшаве были съезды народных депутатов. — Это в этом я не принимаю участие. — А, в этом вы не принимаете участие. — Да, это, так сказать, не особенно заслуживающие интересы мероприятия. А вот в Брюсселе, безусловно, была попытка, она пока не удалась, но, тем не менее, какого-то диалога, взаимообмена, который между Западом, между Европарламентом и представителями российской оппозиции была попытка, в общем, выяснить ее субъектность, ее презентативность. Потому что это собрание состояло из различных крыльев представителей, в основном, либеральной оппозиции, которая сейчас находится в Европе, в Америке, то есть те, кто покинули Россию. — А вы себя от либеральной оппозиции не причисляете? — Нет, я держусь в правоцентристских таких, скорее, консервативных взглядов. Я вряд ли классический российский либерал. Как европейский либерал вполне определение подходит от меня, но, вы знаете, в российском варианте все-таки либерал — это нечто другое. Это, скорее, нарратив леволиберальный такой, да, похожий, некий леволиберальный, и он там доминировал в Брюсселе, потому что, ну, вот, когда касалось острых вопросов, в том числе в контексте заданного вами вопроса о русском Тайване, касалось вопроса военного сопротивления режима Путина, да, значит, допустимости распада России. Не потому что его кто-то хочет, а именно что как следствие войны и всех двух с половиной путинских десятилетий. Вот тут, я бы сказал, доминировала оценка, что одно нельзя допустить ни в коем случае распад. Там даже Рогов такой, Кирилл, заявил о том, что нельзя допустить и поражение России, понимая под этим, что нельзя отделить путинскую Россию от народа России, а значит, и нельзя допустить поражение народа. Заявления делались и о том, что ни в коем случае нельзя поддерживать военные отряды или военную оппозицию в лице РДК и Легиона Свобода России, состоящей из добровольцев, которые воюют сейчас уже и на территории России периодически, в Белгородской области и так далее. По этим вопросам мнения сильно разделились, я бы сказал, меньшинство представляло позицию, которой и я держусь. Она заключалась в том, что, собственно говоря, ну, наверное, все-таки речь может идти о исчерпанности других методов борьбы с путинским режимом. Поэтому нужно дать возможность, собственно говоря, и тем, кто хочет участвовать в российской оппозиции, поддержать такие действия. А они с неизбежностью приведут как раз вот к тому, что мы называем русским Тайванем. Я называю русским Тайванем. То есть Россия может состояться не обязательно в масштабах всей России, а в какой-то ее части. Может быть, и не очень большой. В масштабах одного субъекта федерации. Например, Белгородской области. Например. Например, почему нет? Ну, и она будет европеизированная, она будет такая, она будет, знаете, как будто она из украинцев состоит. Ну, это русские, но, так сказать, украинцы же они вестернизированные нации. Теперь уж об этом определенно можно судить. Вот есть ли такие в России? Вот вопрос, загадка. Есть те, кто хотят жить в цивилизованном мире или хотят оставаться в путинской России, стремящейся на восток? Ну, в широком понимании, цивилизационном. Им выбирать. Если допустить, что в России 140 миллионов процентов 14-15, как считается, не знаю, насколько это верная цифра социологическая, людей, которые евроориентированы, то есть ориентированы на европейские ценности, на политическую демократию, ну и все, что ей сопутствует, то у них же тоже должен быть шанс. И если уж им оставаться вот с основной массой, или же все-таки попытаться каким-то образом сепарироваться идеально, географически, геополитически, исторически, если хотите. Вот Матвиенко, вот интересная фраза она сейчас заявила, она нынче глава Верхней Палаты Совета Федерации заявила, что мы окончательно порываем с Запада. Мы вот разворачиваемся, и он к нам, и мы к нему. А почему-то она решает за тех, кто считает себя европеизированной частью нации, отказывать им самоопределяться именно на этом Западе. Ну, такая же логика, как когда-то они пытались, используя, эксплуатируя, паразитируя на теме русского мира, оторвать восточную область и Украину. Почему это невозможно произойти с Россией? С чего бы она такое взяла? Есть люди, их миллионы, которые хотят жить в Европе, а не двигаться в сторону Пекина. Ради бога, вам туда дорога, а нам в другую сторону. Марк, ну вот для того, чтобы такой проект «Русский Тайвань» в Белгородской области начал как-то реально на практике осуществляться, прежде всего, наверное, нужно, чтобы он обеспечивался в военном отношении какой-то, ну, серьезной, достаточно многочисленной и хорошо вооруженной армией, да, то есть какой-то... То есть то, что мы сейчас видим, к сожалению, ну, по крайней мере, вот, ну, внешне не производит такого впечатления, что «Легион свободы России» и «Русский добровольческий корпус» — это такие, ну, многочисленные такие армии. То есть как это сформировать? Откуда там возьмутся люди? Ну, вот это, на самом деле, вызывает некоторое удивление вот у меня лично, потому что, например, белорусов гораздо больше, там уже, по-моему, второй полк формируется, да, то есть они как-то более активно в этом участвуют. Например, россиян там не так уж и много. Может быть, это связано с тем, что и, как бы, Украина устанавливает слишком жесткий фильтр для того, чтобы туда попадали люди и, может быть, не хочет формировать слишком какие-то большие формирования военные из россиян. Вот как вы видите на практике такое формирование, ну, я не знаю, освободительной армии или там армии свободной России в сложившихся обстоятельствах? Ну, вы совершенно правы. Украина, конечно, не так, чтобы сильно заинтересована иметь на своей территории многочисленные формирования страны-врага, с которыми она сама воюет. Ну, согласитесь, это вообще общее недоверие, если вспомнить историю Второй мировой войны, да и период гражданской войны, когда еще громыхала Первая мировая. В общем, поддержки такие соединения особо никогда не пользовались. Поэтому здесь та же проблема. Другой вопрос, что приток этот возможен только если удастся какую-то из областей, даже наличными силами, там, действительно, они немногочисленные. Я, будучи в Киеве, встречался с курсантами Легиона Свободной России, с РДК, вот, не получилось. Просто коротко мне пришлось быть в Киеве. Ну, конечно, они очень немногочисленные, но если им удастся захватить Белгород, вот там могут потечь люди не через Украину в эти формирования, а из самой России. То есть, хочу сказать, что резерв-то там, основной, значимый резерв оттуда. Нужно, чтобы в эти области, в эту освобожденный русский Тайвань потекли русские из внутренней России. Потому что, ну, знаете, это слишком длинный путь из, я не знаю, через Казахстан, Верхний Ларс, отправиться куда-нибудь в Европу, из Европы в Украину. Там не так-то просто попасть. Я вот визу получал, чтобы въехать в Украину из Франции. Поэтому это большая проблема. Но в любом случае резерв нужно исходить из того, что сами русские должны своими руками этот себе русский Тайвань создать. Его не создадут, конечно, сами по себе украинцы или Запад, которые могут только помочь. Дать оружие, дать денег, еще что-то поддержать дипломатически. Но без вот этого ничего не будет. Ну, а не будет, ну, значит, не судьба. Значит, проведению не было угодно, чтобы Россия изменила свою судьбу хотя бы в части. Получается такой замкнутый круг. Потому что для того, чтобы взять и удержать Белгород, нужно, ну, как минимум, там, тысяч 10 и, ну, механизированные части. А как бы они не сформируются, пока они не возьмут Белгород, да и не объявят, что там у них военкомат начинает работать. Ну, отчасти это так. Хотя, опять же, умозрительная цифра в 10 тысяч. Знаете, там 200 человек сумудрились держать 4 населенных пункта. Новая-то Волжанка и пригород. А населенные пункты вокруг Шебекина. И, честно говоря, если бы у них было бы еще хотя бы 500 человек, еще, бог знает, там 37 километров всего до Белгорода. В Белгороде живет, между прочим, меньше 350 тысяч жителей. То есть, на самом деле, это же символическое место. Дело даже не в численности. Если удастся действительно объявить, что есть какой-то субъект Федерации, свободная территория. Ну, мы такое видели в период гражданской войны в 20 веке, понимаете. То туда начнут стекаться люди. Хватит ли этих сил? Ну, бог знает. Пока ответить на это сложно, совершенно же очевидно, что и РДК, и Легион Свободы России созданы спецслужбами Украины и ЗСУ. Они служат их задачам. И самостоятельные задачи, если и появляются, то они появляются только благодаря инициативе этих людей. В самих этом Легионе и РДК. Потому что, ну, все-таки это должно соответствовать общему замыслу командования ВСУ в интересах самой Украины. И это глупо отрицать. Украина первично видит задачу освобождения собственной территории до границ 91-го года. А задачу скидывания режима Путина, да, это все-таки вторичная, да, не главная задача. Ну, очевидно, совершенно. И поэтому с этой точки зрения, конечно, нужно найти возможность для того, чтобы сама российская оппозиция взяла на себя эту миссию. И сумела создать предпосылки захвата одного из субъектов федерации, куда и призвать прийти и других людей для формирования новой армии. И, возможно, что она будет совершенно отдельной от Легиона и от РДК. Но если этого не делать, тогда прекрасно души, с которым вот в Брюссельском саммите принимали гражданские активисты, правозащитники и так далее, которые поставили задачу долгого, слишком длинного срока изменения режима Путина. Ну, фактически до его смерти. Что нужно воздействовать на сознание людей. Дайте нам денег, мы создадим телевидение, будем показывать сериалы, как предлагал такой известный Лев Пономарев и так далее. И они, люди, в общем, проникнутся к нам доверяем. Но это уже все было. Эти два десятилетия, испробанное при Путине, было все, что только возможно и не дало никакого результата. А здесь, слушайте, пара операций в Белгороде и всю страну лихорадят. Властный класс трясет, понимаете? Скобеева предлагает китайские войска вводить. Китайские войска. Ну, пусть идет китайские войска. Это, кстати, очень логично и символично. Они действительно рано или поздно появятся на территории России. И сейчас от самих русских зависит, появятся ли они на всей территории. Или только за отчетом русского Тайвана на всей остальной. Марк, а как вы относитесь к идее, высказанной Игоря Миковенко у вас в эфире? О том, что может открыться окно возможностей. И как раз можно не просто там взять Белгород, но если сформировать освободительную армию, то можно и Москву взять. Для этого нужно, чтобы ситуация на фронте стала настолько плохой, чтобы вот те дезертиры, мобилизованные, и какие-то части, например, Пригожин, посмотрите, как он себя ведет, открыто фрондируя по отношению к институциональной власти. Вот сейчас крайний момент обострения. До 1 июля они должны, это ЧВК Вагнер, собственно говоря, стать частью системы Министерства обороны, подписав контракты соответствующие. На что он уже публично высказал, что не будет этого делать. Я думаю, ситуация там будет обостряться дальше, в пределе они должны его убить. Вот, если мы понимаем правильно ход процесса, так сказать, отношение к нему аппарата власти, то они должны от него избавиться, по моей логике. Это может вызвать дополнительное столкновение, дополнительную такую бифуркацию. Вот, а что касается в целом, ну, конечно, и безусловно, нужно разгром, который повлечет, собственно, осыпание фронта на больше чем тысячекилометровой границе между Россией и Украиной в Украине, линии фронта, я имею в виду. И солдаты, которые побегут, они, кстати, частью своей побегут как раз в эти формирования, а может и в Москву шатать режим, потому что они захотят сатисфакции за смерть, за недоплаченные деньги, за потерянные возможности, за поражение, то есть за моральное унижение. Вот нужно этим пользоваться, безусловно, потому что это фатальный процесс, это не потому, что кто-то этого хочет или не хочет, это к этому привела сама власть, затеяв эту войну. Знаете, вот если бы не было 24 февраля 22 года, могла бы дальше власть влачить вот свое существование, народ более или менее, который не трогают, не мобилизовывают, могла. Да, сколько угодно, долго. Ну, конечно, а они сами подвели к черте, за которой есть только единственное решение, не бывает вариантов решения. И, по-моему, недовольство, которое конвертируется в штурм этой системы, причем не в интересах Запада, не в интересах Украины, даже, как помните, у Высоцкого, и все хорошее себе доистребили. Так и тут. Они даже сами не будут осознавать, что это только приведет к еще более худшим последствиям. Но это фатально неизбежно. Это двигается в эту сторону все, потому что аппарат власти уже не может управлять, собственно говоря, ни войной, ни мирной жизнью. Понимаете? Просто это не так очевидно пока. Нужно время еще какое-то. Да, вот я просто обдумываю, Вы говорите, 14-15% россиян, они ориентированы на Запад. Мне почему-то кажется, что этот процент гораздо выше, потому что, ну вот я жил в Советском Союзе, я уехал в 90-м году, я не жил в России никогда, ни в России, ни в Украине, я уезжал из Советского Союза. Но было всегда полное преклонение перед Западом, перед Европой. Любая продукция, я уже не говорю про Западную Европу, даже какая-нибудь румынская, югославская, это считалось каким-то суперклассным, качественным, престижным. Там интеллигенция, профессора обязательно там снобы позировали, там вставляли какую-нибудь цитатку из Мупасана или Хемингуэя. Но это было полное всегда преклонение перед Западом, и в 90-е годы при Ельцине, по-моему, это все продолжалось и сохранялось, поэтому одно дело, что они говорят там в социологических опросах или там кричат перед телевизором, совсем другое. Это вот, скажем так, часть самосознания человека, часть его культуры, это отношение к Европе с таким неким уважением и подобострастием. Вот это очень поверхностное, наносное преклонение перед Западом, оно, конечно, было и никуда не ушло. А как вы объясните, что российское чиновничество, которое изображает из себя, по сути, компрадорское, изображает из себя больших патриотов, они жизнь свою нормальную видят только вне пределов России, именно на Западе. А что это дети их там учатся? А что капиталы их там? А что это они не вылезают с этих курортов, от Крушавели в горах? А потому что там права человека, потому что там власть закона. Уважение, другой этикет, эстетика другая, ландшафт глазу мил, понимаете? А не вот это вот все, что мы видим в России. Я прожил эти годы в России, видел все. Понимаете, и девяностые, и нулевые, и десятые, все. И видел русскую глубинку, и видел, как она менялась, а где-то и не менялась в советских лет. Вот это поверхностное преклонение, оно же и осталось. Ну, посмотрите на любого из этих патриотических чиновников. Хоть что-нибудь на нем есть патриотическое, понимаете? То есть эти люди и дальше преклоняются перед материальным вещизмом. Они исповедуют такой европейский магизм, да? Потому что в этом есть магия, подражание, понимаете? Русский всегда себя чувствовал на обочине. Это историческое явление. Русская аристократия, она вся всегда была европеизированной, и наряду с тем сохраняла в себе вот это негативное, такое презрительное отношение к Западу, именно из-за недостижимости этого состояния. Вот, наверное, где-то стихийно куда большая часть обывателей держится этого поклонения, но все-таки остается имперским, понимаете? Когда речь заходит не о шмотках и не о цитатах гида Мадапассана, они все-таки начинают разговаривать языком какого-то претендующего на вседержителя, на какого-то, значит, важного гегемона языком имперского властителя, да? Не по рангу, конечно, но все-таки вот тут просыпается то, что они называют национальным чувством, которое очень суррогатное, неестественное. Прав-то в нем никаких, и идей большой-то нет. Что вы несете миру? Что вы несете за своим имперским началом? Бахмут вы несете? Там, где даже нет туалета, где можно приложить задницу, что вы оставляете за собой? Поэтому на самом деле бороться нужно с этим глубинным имперским чувством, а не с поверхностным преклонением перед западной музыкой, западными этикетками на товарах или же культом вещизма и, собственно говоря, потребительским миром, который они никогда от себя не отодвинут. Они все равно будут стирать вещи в машинках немецких, ездить на немецких же машинах, там, не знаю, одевать итальянские тряпки и так далее. Здесь более глубинная проблема. Есть люди, и пусть их будет даже 15, я бы считал это успехом, людей, которые принимают западную культуру, западную этику, западные ценности. Это все, включая себя полиархию, политическую демократию, рыночную экономику, этику отношений людей. Да и бог с ним, с гей-парадами пусть принимают, кого они волнуют и так далее. Вот это все вместе образует ценностную шкалу, которая для этих 15% является неотменяемой, в отличие от всех остальных. Марк, я еще хотел с вами обсудить идею Аббаса Галямова. Не знаю, читали вы его пост или нет, я, по-моему, позавчера он опубликовал такой пост. Его суть в том, что, значит, заговор, который может реально состояться в России, и, значит, заговор, который может сместить Путина и, значит, изменить режим в России, он может быть привязан к выборам президентским. И в случае, если, значит, вот, ну, эстеблишмент, там, бюрократия и силовики в какой-то момент решат, что их все это не устраивает, то они могут воспользоваться президентскими выборами как поводом и провести вот это самое смещение, значит, Путина. И для этого Аббас Галямов предлагает, чтобы оппозиция российская выдвинула некого оппозиционного, единого оппозиционного кандидата, который бы предложил, в том числе и силовикам, некую сделку, что они могут быть освобождены от ответственности, в том числе и за какие-то преступления свои. И тогда они поддержат, значит, вот эту оппозицию и может все состояться. Вот как вы считаете, это реалистичный план? Ну, а что касается поводов, да, выбор действительно это не то, что какой-то провиденциализм особый. Действительно, момент прекращения одних, полновочный начало других, очень способствует любым переменам, что очевидно, к этому всегда привязано, как к коронации. В свое время государь императоров покушались на них именно в момент, когда нужно было передавать власть. Мы помним, например, на Сенатской площади восстание декабристов, именно в этот момент и было. Но, тем не менее, корону он принял наследним, да, Николай. Поэтому, на самом деле, ничего в этом оригинального нет. Наверное, какие-то события могли бы сопровождать так называемые выборы. Выборов как таковых же нет. Просто имеется в виду, что легитимация одна заканчивается, начинается следующее. Это как повод вполне. Теперь, что касается какого-то кандидата или лица от имени всей оппозиции, который мог бы гарантировать амнистию или какое-то там, не знаю, оправдание этих людей за совершенное, сохранить их собственность, сохранить им свободу. Вы знаете, по-моему, этот момент уже пройден. Сейчас уже как-то это все вряд ли после войны, ее 15 месяцев и ужасов, которые ее сопровождают. Вряд ли и они поверят в это. И вряд ли, наверное, на это по-настоящему кто-то пойдет, потому что, а кто эти будут конкретные люди, которые предложат, и кто эти люди, которые поверят. Тем более, что самые главные виновники-то, да, ну, например, можно предложить это Шойгу или Герасиму, а может быть, это Бортникову или, в конце концов, самому, там, не знаю, Ковальчукам, там, кроме Путина, всем любым другим. Обещать может все что угодно, поверят ли они в это. Мне кажется, их скорее куда может заставить ситуация поражения, в котором смятены они будут все, вне зависимости от того, есть у них добрая воля избавиться от Путина и прекратить это все или нет. Они хорошо действуют в безвыходных ситуациях, когда уже на горло наступили ботинком, понимаете, когда уже выбора-то нет. А здесь все время выбор предлагается, понимаете, им все эти годы предлагали разные выборы. И даже в течение этой войны избавьтесь от Путина, и все будет хорошо. Не усугубляйте свою карму, понимаете. Вот я держусь в другой точке зрения, я считаю, наоборот, мне не надо оставлять выбор. Мы вас всех убьем, мы вас всех повесим, мы вас всех заточим в тюрьмы, все ваши богатства отнимем. У вас нет никакого выхода, их надо загонять еще глубже и еще сильнее, так, чтобы у них вообще не было никакого шанса. Вот так устроено сознание этих людей, они куда скорее испугаются и пойдут на попятную, нежели если с ними будут договориться как с равными. Когда ты принимаешь им сделку, они чувствуют за собой какую-то силу, и поэтому могут, ну, знаете, мы еще подумаем, да стоит ли в конце концов, Путин, не Путин, мы тут должны на каких условиях, вы сначала нам гарантируете там, а потом мы уже подумаем. Я такое видел, понимаете. Ну, это не в буквальном смысле, но в принципе поведение подобного рода, оно позволяет думать, что из всего можно выпрыгнуть. А им не надо оставлять шансов на выпрыгивание. Вы не выпрыгнете, ни один не спасется. Понимаете? Это тогда, на самом деле, мотивирует их держаться зубами за, ну, за Путина, если там, не будет Путина, значит, за любого другого. И оставаться там вот в России, консервировать этот режим, окукливаться там и все, сидеть там. Ну, во-первых, они перед глазами у них пример Чубайса, раз, и они все думают, что в последнюю минуту, что бы ни происходило, они воспользуются той же рисунком поведения. Выпрыгнут в Израиль, и там будут доказывать, показывать всем свою крайнюю плоть, что ее нету. Понимаете? Раз. Во-вторых, значит, смотрите, какая еще штука. Вот, кстати, не проверяют, не проверяют, это миф. Я знаю, что не проверяют, а они будут показывать. Вот не проверяют, а они показывают. Понимаете? Причем в домашних условиях отпилив. Поэтому, на самом деле, значит, здесь, вы говорите, они будут держаться до конца. За что держаться? И можно ли будет за это держаться? Вот Пригожин, он держится до конца или нет? Посмотрите, какую игру замысловатую он ведет. Да? То есть он, в принципе, мог бы себя гарантировать, не влезая в это во всем. А он уже в таких условиях, когда деваться некуда. Он в ловушечной ситуации. Понимаете? И многие из них в этой ловушечной ситуации находятся. И действуют они не из-за того, держась за Путина, что, ну, тогда нам всем конец. А от Путина тоже этот конец может прийти. Вот в чем все дело. Путин сам может стать главным протагонистом насилия над ними. Вспомните, как это происходило в диктаторских режимах, ну, авторитарных. Прежде всего, частью тоталитарных в Германии. Да? Да, когда, собственно, сначала Вермахт потребовал расправиться с СД. Потом, наоборот, расправлялись с Вермахтом, если вы помните, заговор Шталфенберга. Там, так сказать, высшее руководство. Пострадало Вермахта в 44-м году в связи с Валькирией. Поэтому, на самом деле, не надо им оставлять ни одного шанса. Мы вам не оставляем ни одного шанса. Это вы, для того, чтобы избежать его, должны сами, своими руками все сделать. И тогда уже рассчитывать на какое-то изменение судьбы. А в нынешних условиях никто с вами договариваться не должен. Вот моя позиция. Так я считаю, куда скорее мы добьемся того, что они сами удавят Путина и постараются стабилизировать ситуацию. Она может выйти из-под контроля вне зависимости от их желания или нежелания. Понимаете, если поражение будет всеохватным, то, что сейчас происходит в связи с контрнаступлением, ну, даже если освободят Мариуполь, даже если освободят Мелитополь, допустим. Еще неизвестно, как поведет себя солдат на фронте. Куда он побежит, кстати, сказать, послушать, что говорит Пригожин. Он может побежать далеко не в сторону дома, он побежит в сторону Москвы. А почему нет? Поэтому я, честно говоря, вот в эти договоренности уже больше не верю. Раньше они должны были быть. Раньше должны были соскакивать и договариваться. Да. Мне тоже так кажется, что после Бучи уже мир изменился и нет дороги назад. Только ли ее из Каховской ГЭС и много чего еще. И каждый день приносит новое усугубление. Понимаете? Они уже и сами не поверят, если им кто-то гарантирует, что им это простят. Они же не поверят. Они понимают, что это только на словах. Кто вообще в этом мире кому-то верит в политике? А тут-то, в такой-то ситуации, пообещают все, что угодно. Причем цинично обещая это спасение, все будут и те, и другие знать, что это никто обязательно не соблюдет. Им нужна реальная власть, чтобы их не тронули. Понимаете? В России именно власть гарантирует физическую, там, я не знаю, материальную, другую неприкосновенность. Ее отсутствие тебе не дает ничего. Поэтому угроза может с разных сторон идти. И от тех, кто придут на место Путина, и от самого Путина, и тех, кто будет рядом с тобой смещать этого Путина, дабы избавиться от лишних свидетелей. Почему нет? Пусть будет хаос. Пусть все превратится в каос. Пусть все рухнет в гражданскую войну. Ну, раз по-другому не получается. Ведь у них была же возможность до этого. Пусть все против всех, как это бывало. Не раз в истории. Тем более, если кто-то считает, что это мы вызываем произвольно, ничего подобного. Это естественный процесс. Так крутится русская история. Такова ее диалектика. Марк, а вам не кажется, что этот подрыв Каховской ГЭС и Плотины, это вот такой микроинсульт по всей путинской вертикали? И они просто сейчас остолбенели и понимают, что совершено очередное совершенно чудовищное преступление. И что вот, да, это еще один шаг в эту сторону после Буча и после всего остального. Ну, вы знаете, преступлением больше, преступлением меньше. Это как в публичном доме оставаться девственницей. Что Буча в их представлении, то есть, извиняюсь, Каховская ГЭС, немногим хуже, чем Буча или чего-то подобное же, да, когда солдату отпиливают голову. Ну, понятно, что следующий шаг только ядерное оружие. Больше уже, ну, просто ничего не осталось. Ну, ядерная запорожская АЭС, бог с ней что знает. Вот сейчас сообщает Гурмоу о том, что они закладывают взрывчатки в Армянске на заводе Крымский Титан, а там аммиак, если он разлетится, то всем достанется, да, по всей Европе и в самой Украине. Ну, и так далее. То есть, понимаете, усугубление вины, оно как бы налицо. Война идет все дальше и дальше. А за годы, представьте, чего можно понаворотить. Если уж за 15 с лишним, там, 15,5 месяцев такое, то уж, наверное, можно себе представить, что будет, там, к двум годам или, там, я не знаю, пока война будет идти. Так что, на самом деле, вы знаете, там другая шкала критерий, другая шкала ценностей. Они все равно где-то считают, что они вывернутся, что, там, проведение или, там, не знаю, чудо их спасет от ответственности за совершенное. Поэтому я и хочу еще раз подчеркнуть, что не надо давать им дополнительных шансов на спасение. Не надо их уверять в том, во что они все равно не поверят. Вы просто даете им шанс для маневра. Ядерное оружие, вы понимаете как? Ну, все-таки там другое последствие. Другие последствия. Все-таки с этим делом еще можно как-то списать хоть на что-то. Ну, вода и то, все. А если вы взорвете Запорожье, не говоря уже применять тактическое ядерное оружие, Запад же будет отвечать. Понимаете? Это уже не только ответственность Украины. А потом, вот они взорвали эту ГЭС Каховскую. Вы видели видеоклип, где сидит Буданов и молчит? Ночью. Да, 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 да. А он уже так так, что умеет ответить. А где гарантия, что завтра что-то не рванет? Атомная станция в России не рванет. А где такая гарантия? А кто ее теперь даст? Как бог знает. Что там сейчас сгорит? Поэтому, знаете, игра с огнем, она обоеду острая. Ты взрываешь, тебя взрывают. Вот как это работает. Да. Что ж, Марк Фейгин, большое спасибо. Я благодарю вас за участие в нашей программе и за этот очень интересный разговор. Большое вам спасибо. Дорогие друзья, подписывайтесь на YouTube-канал Фейгин Лайф. Марк Фейгин, российский оппозиционный политик и ведущий этого YouTube-канала. Большое спасибо. Редактор субтитров А.Семкин